Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Потому что те опции, которые у нас есть в отношении опухоли головы и шеи, они хорошо себя зарекомендовали. Это возможность использования пембролизумаба в первой линии в монорежиме. Пембролизумаба в сочетании с химиотерапией со стандартным платиносодержащим дуплетом тоже в первой линии. И мы сейчас уже имеем результаты пятилетней выживаемости. Мы имеем эту опцию в клинических рекомендациях и достаточно активно ее используем. Кроме того, что касается второй линии, то мы имеем возможность использовать пембролизумаб как вторую линию при ТПС больше 50. И что касается исследований, у нас есть результаты шестилетней выживаемости. Ну и, конечно, мы не забываем о том, что у нас есть зарегистрированная опция Ниволумаба, которую мы используем в качестве второй линии терапии, рецидивирующих или метастатических опухолей головы и шеи без необходимости использования, изучения СПС статуса опухоли. Поэтому что у нас есть нового? Я надеюсь, что иммунотерапия также в опухоли головы и шеи войдет в более ранние стадии. Я благодарна Светлане Анатольевне за то, что у нас была сессия на конференции «Белые ночи», где мы начали затрагивать этот вопрос, потому что действительно это очень важно. Чем раньше мы начнем нашего пациента более эффективно лечить, чем раньше мы поймем, какому пациенту мы можем назначить максимум терапевтических опций для того, чтобы сохранить орган, сохранить функцию и вылечить больного, тем, наверное, большего успеха мы достигнем. Что мы имеем в опухолях головы и шеи? Конечно, нам очень хочется надеяться, что иммунотерапия нам поможет улучшить результаты лучевой терапии. Лучевой метод лечения – это один из основных методов лечения наравне с хирургическим и направлен, еще раз повторюсь, на сохранение не только органа его функции. То, с чего мы начинали, к сожалению, нам не дало каких-то обнадеживающих результатов. Это было исследование Дживелин Хеденднек 100, где мы пытались добавить авилумаб к лучевой терапии у больных с местно распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи. К сожалению, никакого выигрыша по показателям выживаемости без рецидивной или общей мы не получили. Но, слава богу, наука не стоит на месте, онкология не стоит на месте, наши ожидания не стоят на месте. И, конечно, у нас появляется все больше и больше данных. Возможно, недостаточно только иммунотерапии. У нас есть зарегистрированные опции для больных, которые не могут получать препараты платины по каким-либо причинам в сочетании с лучевой терапией. Мы помним, что там используются высокие дозы платины. И минимум эффективной дозы – это 200 мг на м2 сочетание с лучевой терапией. У таких пациентов, если мы не используем цисплатин, мы можем использовать цитуксимаб. Цитуксимаб имеет преимущество по сравнению с просто лучевой терапией, но не имеет преимущества по сравнению с терапией с цисплатином. Поэтому, если попытаться добавить иммуно-онкологический препарат, как в исследовании Гортек-201-51, пембролизумаб с цитуксимабом к лучевой терапии у больных, которые не подходят для терапии препаратами платины, мы тоже хотели бы ожидать какого-то выигрыша по показателям выживаемости. К сожалению, есть некое преимущество, но оно статистически незначимо. И, возможно, для комбинантного режима с лучевой терапией нам нужны какие-то другие механизмы. Пока цисплатин не смог обойти ни один из известных на сегодняшний момент препаратов. Ни по снижению риска смерти, ни по снижению отдаленного метастазирования, ни по снижению или улучшению локорегионарного контроля добавления пембролизумаба к цитуксимабу и лучевой терапии не улучшают эти показатели. Конечно, нам нужно задумываться о том, какую лучевую терапию мы проводим нашим пациентам. У нас есть 2D-терапия, у нас есть 3D-терапия, у нас есть АМРТ. И сейчас все исследования, которые включают больных опухолями головы и шеи, естественно, в качестве лучевого компонента рассматривают только АМРТ как самый современный, надежный и адекватный способ облучения. И иммунотерапия тоже должна иметь свое место в стандартных режимах в сочетании лучевой терапии с цисплатином, потому что мы там тоже не видим 100% результата. Он лучше, чем во всех остальных опциях, но не 100%. Вот одно из исследований второй фазы, которое было представлено на АСКО-2022, когда к лучевой терапии с цисплатином добавляли пембролизумаб. В двух рукавах были разные схемы введения иммуно-онкологического препарата. В одной группе он вводился от дюванта после завершения курса лучевой терапии, а в группе сравнения он вводился до начала лучевой терапии и сопровождал лучевую терапию вместе с цисплатином. Пока результатов у нас, к сожалению, нет. Те исследования, на которые лучевые терапевты возлагают особенные надежды, одно из этих исследований ЧЕКРАД-CD8, когда конкурентную терапию мы используем с двойной иммуноблокадой у больных местно распространенным плоскоклеточным раком. Мы используем дурволумаб, это антипедиодин ингибитор, и тримилимумаб антицилой 4 ингибитор. Достаточно стандартная схема введения. И если послушать секцию лучевых терапевтов, которые встречаются на онкологических конгрессах, где присутствуют специалисты не только по клинической онкологии, то, конечно, они от этого исследования ждут достаточно больших результатов, потому что, посмотрите, пожалуйста, у больных сместно распространенная, это может быть и третья, и четвертая А, и иногда и четвертая Б стадия, двухлетняя общая выживаемость составляет 80%. Это высокий показатель для наших больных, особенно в распространенных стадиях заболевания. Поэтому, возможно, комбинированная иммунотерапия даже без добавления препаратов платины в сочетании с АМРТ будет давать очень хорошие результаты. Но, опять же, наверное, не у всех больных. Мы помним, что у нас есть опция индукционной или неоадювантной терапии. Как опция самостоятельная, адювантная терапия в опухоли головы и шеи не применяется. Но есть ли место адювантной иммунотерапии, есть ли место переоперационной иммунотерапии или индукционной и адювантной иммунотерапии в сочетании с лучевой терапией? У нас на сегодняшний момент есть достаточно хорошие данные исследования Optima 2, когда мы использовали Ниволумаб в сочетании с корбоплотином и напоклитокселом. С последующей оценкой риска рецидива в зависимости от показателя первичной опухоли, от поражения регионарных лимфатических узлов и от индекса курения, пациенты делились на неравные группы в дополнении, в зависимости от ответа на проведенную предлучевую химио-иммунотерапию. И если ответ был больше, то пациенту предлагалась либо трансорально-лазерная резекция, либо АМРТ, то есть лучевая терапия, в более низких дозах, чем обычные стандартные радикальные дозы. Мы помним, что стандарт это 70 грей, здесь в группе благоприятного прогноза, то есть низкого риска давали 50 грей. Естественно, группа, которая плохо отвечала или имела высокий риск, получала стандартная АМРТ из плотина. И те результаты, которые были получены, конечно, говорят о том, что у нас есть надежда о том, что перелучевая, если так можно сказать, химио-иммунотерапия даст нам достаточно хорошие показатели как по отношению выживаемости без прогрессирования, так и по показателям общей выживаемости. Посмотрите цифры. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования 90%, а общая выживаемость 93%. 93 пациента из 100 переживают 24-месячный рубеж. Сейчас на стандартной терапии мы, безусловно, этого не видим. Еще одно исследование, которое было представлено на АСКО-2023, достаточно интересное, когда в неодевантном режиме была использована комбинация неволумаба, поклитоксела и карбоплотина. А мы все время возвращаемся к вопросу о химиотерапевтическом компоненте любого индукционного, сочетанного, комбинированного лечения опухолей головы и шеи, потому что наш золотой стандарт с платинус-5-туророцилом – это схема достаточно токсичная. И самое главное, что в этом исследовании была взята как горта больных в АПЧ-негативным раком. Мы понимаем, что даже если это опухоль ротоглотки, а вирус не определяется по суррогатному маркеру, то это достаточно неблагоприятная группа больных. Пациенты получали три цикла неодевантной комбинированной химии и иммунотерапии и в зависимости от радиологического ответа получали стандартную дозу химио-учевой терапии с последующей консолидацией неволумабом. Посмотрите, пожалуйста, какой прекрасный график по поводу глубины ответа и частоты объективного ответа. Что касается объективного ответа, то его уровень составил 89%. Это тоже очень важно для наших больных, потому что большинство больных опухолями головы и шеи являются больными с ярко выраженной симптоматикой, с нарушением функций верхних дыхательных пищеварительных путей, с нарушенным из-за этого общесоматическим статусом. Поэтому, конечно, это очень важно, если мы можем менее токсичной терапией перед основным курсом радикального лучевого лечения уменьшить объем опухоли, уменьшить симптомы, соответственно, подготовить к больному по получению полной дозы лучевой терапии. Также мы видим выигрыш и по выживаемости без прогрессирования, и по показателям общей выживаемости. К сожалению, у нас это, безусловно, не исследование третьей фазы, но это исследование говорит нам о том, что у нас, возможно, есть перспектива модификации индукционной терапии и возможное введение иммунотерапии в одеванте после лучевой терапии. Конечно, нам нужно будет определять PDL-статус, прошу прощения, который нам позволит еще больше стратифицировать больных и понять, кому действительно поможет иммунотерапия в нео-одевантном режиме больше. Это будут, безусловно, пациенты, что касается опухоли головы и шеи, СПС больше 20. Еще одно интереснейшее исследование, на мой взгляд, которое тоже было представлено на АСКО-2023, в которое включались пациенты раком гортани 2-й и 3-й стадии. Мы знаем, что это пациенты, первым признаком заболевания у которых является потеря голоса, и эта потеря голоса может быть вообще катастрофически необратимой. Пациенты получали комбинированную терапию пембролизумабом, цисплатином и децитоксилом в течение трех недель, получали два цикла. Дальше им проводили видеоларингоскопию, и те пациенты, у которых был достигнут ответ, они получали в качестве второй опции просто наблюдения. Такой опции у нас на сегодняшний момент нет. Мы понимаем, что никакая лекарственная терапия в рамках инициального лечения самостоятельным методом лечения быть не может. Нам нужна или лучевая терапия, или хирургия. Это одно из первых исследований, которое показало нам такие неплохие результаты, где, собственно, разработчики этого исследования позволили себе выделить когорту больных, которые хорошо ответили на химио-иммунотерапию, и которых можно наблюдать без проведения курса лучевой терапии и без проведения хирургического лечения. Потому что и морфологические ответы были зарегистрированы, и, безусловно, эндоскопически опухоль не определялась. Это достаточно неплохие результаты, но если мы посмотрим на те клинические примеры, которые авторы приводят, это все-таки больные ранними стадиями. Но на самом деле это как раз та группа больных, которым мы максимально стараемся сохранить гортань. Ну и, конечно, наши надежды уже многолетние. Это исследование Кенот-412, когда мы пембролизумаб делаем в неодевантном режиме, потом добавляем его к лучевой терапии в сочетании с цисплотином и переходим на поддержку пембролизумабом в течение 14 введений после завершения курса лучевой терапии. Причем очень важно, что в это исследование были включены больные, опухоль у которых была изначально резектабельна. Сейчас мы имеем предварительные данные. У нас есть достаточно большой период наблюдения в 60 месяцев. Мы видим, что у нас есть значимые различия по выживаемости без прогрессирования. Может быть, они тоже не столь значительные, как хотелось бы ожидать. Разница между 57% у пациентов и 52% действительно небольшая. Здесь я соглашусь с Гульсоемедхатной, но тем не менее, если смотреть в людях, это 5 человек из 100, которым мы сможем подарить жизнь без болезни. То же самое мы видим по показателям общей выживаемости. Тенденция есть, но значимых различий пока не достигнуто. Конечно, больше всего выиграют те пациенты, опухоль которых обладает более выраженной экспрессией PD-L1 как на опухолевых, так и иммунных клетках. Здесь различия уже значительные. Мы видим разницу выживаемости без прогрессирования в 27% между группами с высоким и низким уровнем СПС. И видим разницу между показателями общей выживаемости. Еще одно интересное исследование, которое тоже было представлено на АСКО-2023, когда включались в исследование пациенты для лечения конкурентной химио-лучевой терапии с локорегиональным раком носоглотки. Это очень сложная когорта больных, она очень сложная для лучевых терапевтов с точки зрения локализации, и она очень сложная с точки зрения возможности использования индукционных или неодевантных режимов. У нас есть зарегистрированный режим трехкомпонентной цисплатин-дацитоксил-5-турорацил на сегодняшний момент. Возможно, с учетом тех исследований, которые мы получаем, в том числе и от азиатских коллег, у нас в арсенал войдет режим гемцитабин с цисплатином в качестве индукционной терапии. Но мы понимаем, что опухоли носоглотки, наша клиническая практика это подтверждает, являются достаточно иммуногенными. У этих больных зачастую высокий уровень СПС. Поэтому, конечно, они являются достаточно хорошими кандидатами или потребителями иммунотерапии, в том числе и в перелучевом режиме. Так вот, в этом исследовании исследовался препарат Синтелемап с индукционной химиотерапией, с последующей конкурентной химиолучевой терапией. Те результаты, которые были получены, они на самом деле тоже позволяют нам надеяться на то, что введение иммунотерапии в индукцию рака носоглотки позволит нам значительно увеличить, во всяком случае, выживаемость без прогрессирования точно. Общая выживаемость продолжает наблюдаться. Сейчас период наблюдения составляет всего 48 месяцев. С достаточно высокими показателями общей выживаемости. Но разница выживаемости без прогрессирования уже появилась практически на 10% в той группе пациентов, которые получали химио-иммунотерапию в качестве индукции. Что касается хирургии. Это наша боль, потому что хирургия – это основной метод лечения одного из самых грозных по локализации злокачественного образования в органах головы и шеи – это именно полость рта. И там хирургия является ведущим методом лечения. И даже индукционную терапию мы не всегда, практически никогда не делаем. Мы резектабельных стадий для того, чтобы не потерять время больного. Поэтому, конечно, у нас есть необходимость для того, чтобы использовать эффективную и нетоксичную схему индукции. Потому что сейчас, еще раз повторюсь, это трехкомпонентная схема. Так вот, то исследование, которое начинало свои первые результаты докладывать НАСК 2019 года, исследование ЧАУ, авторы попытались ввести анти-ПД-1 препарат в монотерапии или в комбинации с анти-CTLA-4 в нео-адевантный, истинно-нео-адевантный режим перед хирургией. И, на самом деле, основной целью этого исследования были не сколько отдаленные результаты, сколько оценка возможного повышения иммуногенности обухоли для того, чтобы эффективно проводить адевантное лечение. Было доказано, что проведение индукционной или нео-адевантной иммунотерапии, либо монотерапии, либо комбинации, значимо увеличивает количество CD8-опухолинфильтрирующих лимфоцитов. Такие же результаты пытались достичь и производители препарата пембролизумаб, когда использовали в качестве индукционной химиотерапии пембролизумаб в сочетании с карбоплатином и поклитокселом. Мы понимаем, что карбопаклин на сегодняшний момент не является стандартом индукции. Здесь была выбрана вот такая вот схема. И, на самом деле, если смотреть разрозненные клинические примеры, мы видим достаточно хорошие результаты. Но это небольшая выборка больных, это не то, на чем мы можем делать выводы, хотя это нас каким-то образом обнадеживает. Одно из исследований, которое было представлено MD Anderson Cancer Center еще в 2020 году, они первые доложили дизайн этого исследования, в качестве индукционной терапии перед хирургией использовали ниволумаб в сочетании с карбоплатином и поклитокселом, потом стандартная хирургия и стандартная послеоперационная терапия. Здесь оценивался в основном патоморфологический ответ. И у 42% пациентов, хотя их было и немного, их было всего 26, этот патоморфологический ответ был зарегистрирован. Это тоже нам дает надежду на то, что иммунотерапия войдет в неоадевантный режим перед хирургией для того, чтобы минимизировать токсичность трехкомпонентной химиотерапевтической схемы. И те результаты, которых мы очень ожидаем, это хотя бы даже первые результаты исследования КИНО-689, дизайн которого был доложен на ЭСМО-2022, когда пациенты с резектабельным раком головы и шеи либо получали в неоадевантной фазе пембролизумаб в монорежиме, либо не получали терапию, потом оперировались и переводились на стандартную химиоучевую терапию или стандартную химиоучевую терапию в сочетании с пембролизумабом или просто на пембролизумаб в зависимости от риска рецидива. На сегодняшний момент исследование продолжает набирать пациентов, и мы очень ожидаем хотя бы первых результатов. Что же у нас в итоге? У нас будет ли место иммунотерапии в лечении ранних форм? Ну, безусловно, скорее да, чем нет. Можем ли мы использовать иммунотерапию в неоадевантном режиме в клинической практике? Сейчас пока точно нет, у нас недостаточно данных. И чего мы ждем? Нам нужны результаты крупных рандомизированных исследований. И, конечно, то, о чем говорил каждый из выступающих сегодня на этой конференции, нам нужны более точные маркеры. Мы должны вычинить того пациента, который получит вот эту вот опцию. И я не могу не сказать о рецидивирующем метастатическом раке, те опции, которые у нас есть, я осветила, но то, что нам позволяет надеяться на то, что мы можем минимизировать токсичность и улучшить результаты лечения, тоже представлено, например, на АСКО-2023. Самая большая проблема в любой химиотаргетной терапии, химиотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи, ну, наверное, как и рак и желудка. Это крайне токсичные схемы, которые мы используем. Децитоксел, цисплатин, 5-терурацил или 5-терурацил с цисплатином – это токсичная длительная схема, которая быстро приводит больного к декомпенсации его основных систем и органов. Вот одно из исследований, которое было представлено группой Гортек, в качестве терапии первой линии предлагало использовать антипедиадин дурволума в сочетании с карбоплотином и паклитокселом. Мы понимаем, что карбопакли – это достаточно хорошо переносимая схема даже для ослабленных пациентов. И те показатели, которые на сегодняшний момент уже проанализированы и доложены, позволяют нам надеяться, что эта схема, ну, может быть, даже не конкретно эта, а сочетание иммунотерапии с паклитокселом и карбоплотином может быть хорошей схемой для больных опухолями головы и шеи. 12-месячной общей выживаемости 63% на первой линии лечения, но это действительно хороший результат. Безусловно, чем больше PDL, тем лучше выживаемость как без прогрессирования, так и общее. И это возвращаясь к вопросу о том, что нам очень нужны маркеры. Опять же, если мы пытаемся минимизировать химиотерапевтический компонент, то у нас токсаны все больше и больше входят в нашу клиническую практику. И, конечно, те результаты, которые мы получаем, опять же, позволяют нам надеяться на то, что, например, возможно, нам когда-то будет достаточно сочетания доцитоксела с цесплатином без использования длительных инфузий. Вот одно из исследований, которое было представлено в виде постера, напрямую сравнивало доцитоксела с цесплатином и пембролизумабом и стандартный ПФ с пембролизумабом. Есть некие отличия, пока о статистической значимости говорить не приходится, но, тем не менее, есть определенные надежды на то, что мы сможем использовать менее токсичную схему. Ну и исследование Кенот-Би-10, о котором не могу не сказать, очень ждем его результатов. Это пембролизумаб в сочетании с паклитокселом карбоплотина в первой линии. Это исследование четвертой фазы. Посмотрите, пожалуйста, какие хорошие объективные ответы мы получаем на комбинации антипедиадин и не очень токсичной платиносодержащей химиотерапии пакликарба. И за счет того, что мы минимизируем химиотерапевтический дуплет с точки зрения токсичности, мы можем пациенту дать больше курсов лечебной терапии, а для первой линии это крайне важно. Поэтому, что касается метастатического или рецидивирующего рака, то мы, конечно, ждем более эффективных и менее токсичных комбинаций химиотерапии с иммунотерапией. И нам, опять же, нужны результаты крупных рандомизированных исследований. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.